Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К результаты двух матчей. Лимит ошибок гомельчане исчерпали уже в первой игре. Необходимо было постараться не пропускать. Однако в середине первой и третьей Вячеслав Лисички насложнил хозяевам задачу, открыв счет. Хозяева развили руками, трибуны горестно вздохнули. Тут бы начинать отыгрываться, но рыси, казалось, были морально раздавлены. Взять себя в руки удалось только после перерыва. Гомельчане оживились и вместе с гостями начали штамповать удаление. Второй отрезок подарил болельщикам несколько опасных моментов, но два полных численных преимущества гомельчане так и не использовали. Период завершился без голевой ничьей. Я считаю, что мы очень хорошо провели первый период. То есть то, что планировали, практически было все выполнено. Забили вот этот гол довольно-таки неплохой, хотя и неожиданный. Для вратаря оказался бросок. Так оно всегда и бывает. Немножко во втором периоде подвели удаление, когда хозяева перехватили инициативу. Но я считаю, что игра вот так очень была интересная. Я считаю, что зрители, которые пришли, получили удовольствие. Заключительная треть не принесла радости гомельским болельщикам. На старте периода Рыси заработали совершенно ненужный скамеечный штраф за нарушение численного состава. И времени на три необходимые шайбы осталось еще меньше. На таке хозяев льда были весьма неуверенными. И только однажды трибуны поднялись. На 58-й минуте матча бросок Игоря Ревенко достиг цели. На большее Рыси не хватило. Ничья 1-1. Победа в серии досталась Неману. Хочу поздравить соперника с выходом в финал. Две игры получились напряженные. К сожалению, в Гродно мы немножко смазали концовку. Сегодня вышли на игру. Наверное, все-таки было давление на ребят. Вышли первый период какие-то все скованные, зажатые. Немножко не свою игру начали играть. Но потом вроде немножко разбегались, пошли удаление. К сожалению, в очередной раз не смогли реализовать. Соперникам Немана по финалу стала Минская юность. А четырехкратный обладатель почетного трофея Гомель выбыл из борьбы за кубок. Зато гораздо увереннее гомельчане смотрелись в матчах чемпионата. На прошлой неделе они дважды играли на своем льду. И не оставили камня на камне от обороны соперников. 7-3 победа над новополоцким химиком СКА. Со счетом 5-2 Гомель переиграл Витебск. Гомельский ВРЗ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Обидчик вагоноремонтников Борисов 900. В пятом туре борисовчане на своем паркете были сильнее 4-3. В региональном ДЭРБ агрокомбинат Южный обыграл Светлогорский ЦКК 5-1. В Гомеле БЧ принимал Витен. Подробности этого многообещающего противостояния в следующем сюжете. В стане Витена сейчас выступает четверка бывших железнодорожников Александр Вершинин и Андрей Черниенко. Последний, кстати, остался вне заявки на этот матч из-за травмы. Покинули стан БЧ в минувшее межсезонье. Евгений Дунаев и Антон Гусаков годом ранее. Причем Антон и вовсе уехал из страны. По возвращении в чемпионат Беларуси он констатировал. Прогресс налицо. Чемпионат, если честно, очень сильно подровнялся, потому что каждый год прилив все новых легионеров. И сейчас, чтобы попасть в восьмерку, очень надо постараться. Если раньше было 8 команд, которые, ну можно сказать, 7, и за 8 позицию билось 3-4 команды. Сейчас такого нету. Сейчас 10-11 команд, которые могут попасть в восьмерку. И очень будет тяжело, как и нам, так и всем, я думаю. Итоговые цифры на табло абсолютно не отражают содержание данного противостояния железнодорожников и энергетиков. Митен приехал в Гомель в статусе фаворита. Однако на паркете все оказалось не так. В первом тайме игра шла на встречных курсах. Сложно отдать преимущество одному из соперников. Мяч редко задерживался в середине площадки. А потому у голкиперов работы хватало. Команды усердно трудились как в атаке, так и в обороне. Да и у болельщиков вряд ли было время для скуки. Хоть забитых мячей они в первой половине так и не увидели. Второй тайм был подстать первому. Уже к четвертой минуте железнодорожники своей активной игрой вынудили Витен записать в свой пассив 4 фола. Опасные моменты то и дело возникали то у одних, то у других ворот. На крепость каркас ворот Витена опробовали Золотухин и Кусков. Были моменты у Тоду, Джварашвили и Андреевского. Витен достойно отвечал хозяевам паркетом. Но у Чипулиса работы хватало. В одной из ситуаций Кусков спас свою команду от неминуемого гола. За пять минут до финальной сирены ситуация складывалась не в пользу гостей. Бычи атаковал все больше и все опаснее. На пять командных фолов не давали сыграть в обороне в полную силу. И тренерский штаб Витена рискнул, перейдя на игру в пять полевых. И рискнули, чтобы заработать 3 очка, забить. И в то же время себя обезопасили от лишнего фола. На пяти фолах было очень, конечно, играть, обременить на любое нарушение. Это шестой превразиться. И таким образом решили ограничить возможность заработать фол. Выход гонял и кардинально изменил картину игры. Игроки БЧ прижались к своим воротам. И надо отдать должное, риск тренерского штаба гостей почти оправдался. Они были гораздо ближе к забитому голу в оставшееся время. Менее чем за две минуты до окончания матча БЧ также набирает пятый фол. Теперь и у хозяев нет права на ошибку. Как результат, три практически стопроцентных момента. Железнодорожников спасли только геройство Чипульса и самоотверженность Кускова, выбившего мяч из пустых ворот своей команды. В итоге 0-0. Необычный для мини-футбола счет, который полностью отражает картину игры. Эти нули на табло стали во многом заслугой голкиперов команд Егора Чипульса и Александра Мороза. На табло нули, хотя вы видели, игра очень горячая, много спорных моментов. Две команды бились, хотели выиграть, показать красивый футбол. Футбол получился, но, к сожалению, не результативный. Но грех жаловаться обеим командам. Боевая ничья. Очень хорошая игра, очень подвижная, хорошая скорость. Была, может, некая принципиальность. Встретили, скажем так, и друзья, и соперники. То есть все слилось воедино. И скажу, что, я думаю, игра очень хорошая, хорошая скорость. Я думаю, зрителям понравилось. Есть сожаление, что не забили. Но также, в принципе, я считаю, что исход матча закономерен. Нельзя не отметить еще один положительный момент. Железнодорожники начинают находить свою игру. Я считаю, что понемножку начинаем, да, начинаем, начинаем двигаться. Я думаю, что, естественно, надо время. Потому что все-таки новые люди, грузинские легионеры, и та четверка немножко уже сегодня поактивнее в атаке сыграла, чем в прошлых играх. В турнирной таблице чемпионата после пяти туров ситуация следующая. Насечка ВРЗ привела к тому, что в лидерах сразу четыре команды. Вагоны ремонтников догнали дорожник, лицельмаш и мопит. БЧ на седьмой позиции. Южный располагается строкой ниже. ЦКК замыкает таблицу. Столичная команда Харукба стала пятикратным чемпионом страны по регби-15. В финале минчане в двухматчевом противостоянии переиграли гомельскую команду «Кватро». О других новостях из спортивной жизни региона в нашем обзоре. На выходных состоялся 21-й тур чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги. Футбольный клуб «Гомель» свою встречу провел в Минске, где встречался со звездой БГУ. В этом матче была зафиксирована ничья 1-1. Светлогорский «Химик» крупно проиграл с Мальевичем 3-0. Еще один представитель нашего региона «Гомель Желдор Транс» свой поединок выиграл. Гомельчане праздновали победу на Дорше и со счетом 2-1. В турнирной таблице «Гомель» по-прежнему лидирует. Отставание Днепра – три очка. «Гомель Желдор Транс» уверенно идет третьим. «Химик» на 12-м месте. В женском чемпионате Беларуси по гандболу первый очный поединок провели «Гомель» и БНТУ «БелАЗ». Игра прошла на поле столичных гандболисток. После первого тайма впереди были гости 13-10. Однако вторая половина игры осталась за БНТУ, которая и оформила окончательную победу со счетом 26-24. Самой результативной в составе «Гомеля» стала Оксана Артамонова. На ее счету пять результативных бросков. У соперника список бомбардиров возглавила Анастасия Мозго. 9 голов. «Гомель» принимал Республиканские Олимпийские дни молодежи по боксу. Участие принимали команды всех областей страны и города Минска. Честь нашего региона защищали 10 спортсменов. 69 боксеров 1999-2000 годов рождения сражались за награды соревнований. «Гомельская область» была представлена 10 спортсменами. Мы отметим, что наши боксеры отлично подготовились к домашнему турниру. В республике у нас есть в этом возрасте уже люди, которые выезжали на мир, на Европу. У нас команда, можно так сказать, менее опытная, но она достаточно ровная, характерная и со своим потенциалом. Ну и тем самым мы уже доказали то, что 7 человек из 10 весовых категорий были в полуфинале с боями. Это уже достойный результат. Четыре представителя нашего региона пробились в финалы. Правда, стать победителем удалось только Александру Сидоренко весовой категории свыше 91 килограмма. Михаил Оземшев в категории до 49 килограммов уступил в главном матче Александру Бутриму из Брестской области. В категории до 69 килограммов Михаил Мельников проиграл минчанину Олегу Костюковскому. Кирилл Назаренко в финале категории до 81 килограмма уступил Вадиму Андрееву из Витебской области. Также бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Эмил Алиев, Денис Гузов, Евгений Смышляев и Владимир Чернов. В общекомандном зачете Гомельская область заняла второе место, уступив только боксерам из Брестской области. Неплохой результат. Тем более, что в конце октября в Санкт-Петербурге состоится чемпионат мира среди молодежи. Среди претендентов на поездку на турнир будут и наши спортсмены. Есть шансы. У нас есть в супертяжелом весе, есть весовая категория до 75 килограмм у Никиты Краснобаева, Сидоренко, который будет здесь в финале боксировать, Мельников 69 килограмм и Оземшин. В Гомеле прошла спартакиада детско-юношеских спортивных школ по прыжкам на акробатической дорожке. Участие в соревнованиях приняли команды из Вилейки, Могилева, Витебска, Минска, а также Хозяева. Воспитанники Гомельска из Дюшор-4. Кстати, именно нашим спортсменам и достались медали высшие пробы в индивидуальных соревнованиях. Подробности далее. Прыжки на акробатической дорожке являются одной из дисциплин прыжков на батуте. В отличие от индивидуальных прыжков на батуте, эта дисциплина не является олимпийской. Поэтому и популярность у акробатической дорожки не так велика. Несмотря на это, республиканская спартакиада детско-юношеский спортивный школа собрала в Гомеле около 60 спортсменов. Надо отметить, что эта дисциплина весьма зрелищна. Дорожка имеет длину 25 метров. На ней спортсмены выполняют серию акробатических прыжков и элементов. И делают они это с огромной скоростью, что требует серьезной подготовки. Судьи оценивают частоту и сложность. При выполнении прыжка спортсмена упор делается на частоту выполнения элементов. Значит, должны быть прямые руки, прямые ноги, там, где положено по технике. И оценивается к оценке за технику, прибавляется оценка за сложность. То есть каждый элемент, он имеет какую-то свою цену, это все суммируется и получается итоговая оценка. В Гомельской из Дюшор-4 есть свои юные звезды, которые уже успели зарекомендовать себя и в национальной сборной страны. Полина Заяц – многократная чемпионка Белоруссии, победительница первенства страны, участница первенства мира и Европы. Дмитрий Новоселов также пробовал свои силы на мировой и европейской аренах. Громких побед на международных стартах пока нет, однако все впереди. На первенстве спортсмены подтвердили свой класс, показав лучшие результаты. Также на пьедестал почета поднялась гомельчанка Елизавета Куколева. У нее бронза. В общекомандном зачете наши девушки заняли первое место, парни – третье. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!